Добрый день, дорогие друзья! Сегодня начну выкладывать первые отзывы, видео, результаты, которые пришли после моего возвращения по аутизму. На самом деле они не первые, они валятся каждый день. Письма идут, идут и идут. Идут фотографии, идут видео не только по аутизму, идут по результатам в жизни. Я очень благодарна, когда выкладывают в общий чат отзывы, тогда я просто могу сделать Ctrl-C, Ctrl-V и сразу выбросить это всё, выложить на сайт. Мне проще. Но по аутизму особое внимание этой теме, потому что реально мы видим механизмы, которые запускают это заболевание и начинаем разбираться в нём глубоко. И самое главное, что результаты начинают ускоряться во времени. То есть если первые результаты приходилось ждать до первого момента месяц, два, больше, и душа говорила, что минимум два года надо на восстановление речи у ребёнка, то вот сейчас как-то всё пошло быстрее. И, например, я начну с примера с мальчиком Жени, который имеет диагноз аутизм и не разговаривает. Вот мы с ним работали. Это был прививочный аутизм, причём прививка была живой, и она была встроена в психические структуры с жёстким отделением высшего я от эго и от программы ума. И, соответственно, это влияло на определённое состояние сознания ребёнка, в которых он пребывал. Это влияло на взаимоотношения с мамой, это формировало определённые негативные эмоции внутри. То есть там был целый спектр, но в основе вот это ядро, его блокировала психика для того, чтобы оно не нанесло вред физическому телу. Удивительно, эта прививка на какой-то живой основе. Я так и не поняла, откуда эта живая основа, но что-то такое из современных медпрепаратов. И вот когда это всё удалили и восстановили, не прошло и трёх часов, когда мы получили первое сообщение. Спасибо вам, дорогая. Я даже заметила, что отработка пошла. Женя смотреть стал осознанно и купала его сегодня. Он смеялся от радости и вида воды. Обычно слёзы и с неохотой душ принимал. Спасибо, спасибо огромное. Будем ждать улучшения. Ещё забыла важное спросить, как долго ждать речи у Жени. Молчит и даже не произносит элементарного. Это было, вот это письмо мы получили через три часа после того, как мы поработали с ребёнком. На сегодняшний день не прошло и недели. И мама молодец. Мама просто супер. Она, во-первых, очень много вкладывает души, энергии, сил в ребёнка. Вот люблю таких родителей. И мама заметила, что Женя спит напряжённо, дёргается во сне. Когда мы начали смотреть, у Жени начали формироваться нейронные связи, другие. И тело начало реагировать. И так как восстановление тела идёт во сне, то даже во сне мама заметила вот эти вот реакции. Вообще, я когда об этом говорю, у меня у самой бывает шок и эмоциональное включение, потому что это дети, а к детям я всегда неравнодушна. Потому что их у меня у самой много. И ещё одно совпадение было. Сейчас я вам дам послушать, как Женя говорит с мамой. Эта неделя ещё не прошла, да? Я искренне за него рада. Ты маму любишь? Ты меня любишь, сынок? Ты маму любишь? Да, да, да. Да, моя умница, я тебя тоже очень сильно люблю. Процесс пошёл, да? Приятно слышать, когда любит мама ребёнка, когда ребёнок любит маму. И ещё одно совпадение, несовпадение для скептиков. Для нас это норма. Когда мы спрашиваем у души, душа, а чем хочет мама заниматься, душа мамы, после того, как мы всё-таки снимем с её картины мира ребёнка, ребёнок уйдёт в самостоятельную жизнь, и маме не надо будет всю жизнь его досматривать, и вы понимаете, что такое аутизм у ребёнка. Это вся жизнь, посвящённая ребёнку. Так вот, когда мы спросили, чем хочет заняться душа, вот после этого освобождения кармического, душа сказала, что она хочет иметь магазинчик, где будет продаваться здоровое питание, где будет собственное производство, выращивание. И мы видели какие-то пророщенные зёрна, там, ну, непонятно, что ерунда какая-то. Но, в общем, всё, что видели, мы рассказали Ирине. У неё тоже был шок, потому что она, в принципе, к этому не имела никакого отношения и не задумывалась никогда на этот счёт. А дальше, ну, то, что мистика в нашей жизни происходит каким-то образом непонятным, непонятным для людей, но очень понятным для нас. Дальше началось самое интересное и самое весёлое. Наталья, буквально сейчас открываю чат вот с мамочками, где аутистов, вот, и одна мамочка выставляет вот это видео и говорит, мы очень любим кушать салаты из проросших ростков, вот, бобовых, бобовых, там, чечевица, горох и так далее и тому подобное. Вот просто я была в шоке. Я сидела буквально с того момента, как вы мне сказали, что что-то связано с производством, с здоровым питанием, что-то какие-то ростки, не лук, а вот что-то такое живое. И вот сегодня я получаю вот эту информацию, вы понимаете. Сейчас вот просто у меня вот взрыв мозга происходит. Я думаю, теперь как это всё преобразить, раскрутить. В общем, мы сейчас строим дом. Достроим или не достроим, я не знаю, но надеемся в этом году зайти. Достроим. Я хочу вот заняться, как бы выращивать чёрную смородину, вот, там, петрушечку, укропчик зелёненький. И вот это вот тема сейчас мне подкинули. В принципе, даже можно этим и, ну, как бы продавать. Извините, отвлеклась. Просто я пока не знаю, как это всё собрать в кучу и что делать. Вот тема пошла, в принципе, я заинтересовалась. Увидела эти ростки живые, вот они, не срезанные в живом виде. Вот. Ну, как это теперь реализовать, как это всё сделать, я даже не знаю. Как это продвинуть. В общем, у меня теперь это дальнейшие заморочки. Буду думать, буду осознавать это всё. Но то, что ваше, то, что это работает, инфодайвинг, вся эта информация всплывает, это вот реально. Я, я в ауди, я в шоке, я в таком, вообще, у меня просто нет слов. Спасибо вам огромное, огромное сейчас спасибо. Приятно получать обратную связь такую. На самом деле, вы понимаете, люди знают очень мало о своей психике, о своих возможностях. Зачастую не понимают, занимаясь и стремясь чисто из каких-то корыстных побуждений делать выбор, строить бизнес, ещё что-то. На самом деле наши души знают всё. Наши души строят эту игру. Они играют, с ними можно разговаривать, с ними можно решать вопросы и можно прожить жизнь в гармонии с собой, вот реально получая кайф от каждого мгновения здесь и сейчас этой жизни. По сути дела, мы пришли сюда играть и переться. И когда я вижу очередное освобождение души, а ведь в данном случае освобождение двух душ, освобождение матери, освобождение ребёнка, будет ещё освобождение отца, будет ещё приход в эту жизнь новых душ, будет другая игра на другом уровне, потому что люди позволили себе услышать себя. Всё очень просто. И я очень рада и за Ирину, и за Женечку. Я знаю, что он скоро заговорит. Он уже начал произносить первые слова осознанно. Я знаю, что у него будут дети, я знаю, что у него будет семья, я знаю, какой сценарий в жизни мы набрасывали, потому что у детей с аутизмом, как правило, нет своего сценария. Я знаю, что всё будет хорошо. Спасибо родителям, которые держат с нами обратную связь. Ещё не истёк. Вообще, первые результаты душа Женечки сказала, выдаст минимум практически через месяц. А видите, не прошло и недели, как процесс пошёл. Всё ускоряется. Мы тоже учимся. Мы учимся, и спасибо вам, что вы нам доверяете и позволяете помогать вам. Спасибо, друзья. Спасибо.